Доброго времени суток! Приветствую вас всех на моем канале. Смотрите, сейчас пока вспомнила сегодня, попалась в новостях такая информация. Просто мне иногда задавали вопросы. Допустим, мама в России, дети оказались на Украине по разным причинам. И наоборот, допустим, мама на Украине, дети в России. Так вот, есть люди, которые занимаются этим вопросом. Они перемещают деток, соответственно, в ту страну, куда нужно. То есть меняют детей от них на детей других. То есть, которые должны быть в России, их, соответственно, в Россию перевозят. А те, которые должны быть, я так понимаю, в том же количестве, перевозят на Украину. То есть это как военнопленных меняют, так и тут тоже. Так что сегодня вот просто в новостях показывали, там, двух деток с Украины перевезли. А женщина, которая занималась этим вопросом, она сказала, что на Украину тоже перевезли детей. Так что, если что, единственное, что это нужно найти, кто этим занимается. Такая женщина в возрасте, вот. Если для кого-то это важно, то вот таким образом можно попробовать решить вопрос. А сейчас давайте посмотрим Краматорск. Что сейчас в Краматорске, что будет тогда, когда начнутся боевые действия. Я специально не оговариваю даты, потому что все очень меняется. Поэтому ждем. Но, во всяком случае, мы можем увидеть, что вот в ближайшее время именно начнутся боевые действия. Либо пока их еще не будет. Итак, Краматорск. Ну, я так понимаю, что в Краматорске находится кто-то из командующих ВСУ. Есть какой-то командный пункт. Непосредственно в самом Краматорске. Либо где-то рядом совсем с Краматорском. Как сейчас обстановка в Краматорске. Скорее всего, строят какие-то новые сооружения. Либо вообще какие-то новые планы простраивают. И ждут перемен для города. Перемен, связанных с боевыми действиями. Что они вот прямо в ближайшее время начнутся. Но при этом еще в городе есть и момент обмана со стороны военных. Поэтому будьте, пожалуйста, очень аккуратными. Потому что это может выражаться и в мародерстве. Пока в городе такая ситуация зависшая. Люди, конечно, очень переживают. Идет определенные затраты им ресурсов. Это и финансовое, и здоровье. Но пока на данный момент движения нет. Вот давайте посмотрим, как будет в ближайшее будущее. Видим мы начало боевых действий или нет? К городу будут стягиваться дополнительные ресурсы. Но тут главное не распыляться. Будет очень напряженная обстановка. Очень. И очень будет усилиться контроль. Контроль за городом, за жителями, со стороны, скорее всего, военными. В частности, со стороны военной администрации. Что приведет к определенным конфликтным ситуациям. И внутри города конфликт, наверное. Это может быть и среди военных. Внутри военных. Может быть военных и мирных жителей. Конфликтные ситуации. Но пока вот в ближайшее время я не вижу, что начнутся серьезные какие-то боевые действия. Будет много переживаний. И, конечно, много будет пропаганды вестись в городе. Но пока вот я именно начало боевых действий в самое ближайшее время не вижу. Давайте посмотрим, как будут складываться дела, когда начнутся боевые действия. Для ВСУ как будут складываться дела в это время. По ВСУ будет нанесено очень много ударов. Прилетов будет очень много. Будет предлагаться вполне возможно, чтобы сложили оружие. Потому что тут вот карта такая радости присоединения к другим. Чтобы присоединились к тем, кто уже сдался. Потому что в городе будет довольно-таки страшно. Будет много потерь среди ВСУ в городе. Потому что сила зайдет в город приличная. Может быть, окружает город. Но в любом случае сопротивляться ей бесполезно. Ну и вот еще одна карта будет предлагать договориться. Но при этом очень многие будут оказывать сопротивление. Пытаться доказать, что они мощные и сильные. Будут пытаться придумать что-то новое. Надеяться будут на ресурсы. Может быть, и будут ресурсы подтянутые в город. Что будет хорошей новостью для ВСУ. Опять же, внутренняя конфликтная ситуация уже именно в ВСУ. То есть, скорее всего, вот там карта, это ВСУ. Чтобы сложить оружие, не будут соглашаться. Но вполне возможно, что все-таки кто-то и сдастся. Потому что смотрите, сколько карт, которые, в общем-то, говорят о договоренностях. Аж четыре карты. Которые говорят, что будут предлагать им сложить оружие. То есть, мотивировать будут. Очень для ВСУ будет большая зависимость от дорог. Ну, понятное дело, если дороги перережут наши, то, соответственно, ничего и не будет. Будут искать новые все время возможности, что-то предпринимать. Но это больше будет на таком эмоциональном плане. Будут пытаться найти более безопасное место. Так что, скорее всего, все-таки кто-то будет из города уходить. Чтобы сохранить собственные попы. Ну, а город, скорее всего, будет окружен. Да, из города будут уходить. Это вот на дне колоды. Хотя это карта Солнца. Но мы видим огромный коридор или тоннель, в конце которого это Солнце как раз и светит. То есть, будет кто-то уходить к Солнцу. Но это будет не так много людей. А так кто-то будет сдаваться. Так, давайте посмотрим, как будут дела складываться для наших ребят. В это время, когда начнутся боевые действия. Там можно описывать вы��я Kim Солнца. И такие, как там мы смотрим, как она соединяется. Чтобы по которым они HIщенко, потому что-то уже複 heir вTr chietsка на пер' día. Они такие такие отличные ребята. Нажимаем приспособства не для того, как бы если вы используете трностикиproviden. Будет тяжело, непросто, но задачу надо выполнить, задача поставлена, надо выполнить. Город будет окружен с нескольких сторон, а так будут выцеплять жертву и уничтожать. Опять эта карта вместе вышла. И ребята будут постепенно, но может быть не очень быстро, но упорно двигаться к цели. Несмотря ни на что, будут несколько подразделений соединяться, много будет каких-то моментов неожиданных, непредсказуемых. Много будет воздушных каких-то, ну скорее всего вот эти вот дроны, которые летают, те же снаряды, минометы, то есть в воздухе будет жарко. Ну это самое будет удачное время для наших ребят, чтобы наступать на город и взять город. Уличные бои будут много. Ну, будут стараться сохранить жизни людей и сохранить город. Вновь обученные будут. Кто-то уже по традициям пойдет. Ну тоже вот много, эти самые, будут воздушные используются. Да, вот есть вариант, что будет какой-то договор. А так постепенно, ну вот, не быстро будет все это происходить. Но все равно цель будет достигнута, а город уже будет защищать Ахмат. Все равно город уйдет под контроль России. Какие могут быть опасные моменты для жителей города и самого города. Может быть что-то связанное с водой, поэтому будьте, пожалуйста, очень аккуратны. Тем более там есть разговоры про то, что химическое оружие у вас там находится. Будьте очень аккуратны. Многое будет непонятно и неясно, и довольно-таки страшно. Куда идти, что происходит. Будьте осторожны те, кто живет возле дорог. Потому что движение будет очень большое по дорогам. Ну и Россия будет идти к своим целям. Ну и придет к своим целям. Будет потом праздноваться все это. Но придется пройти через серьезные испытания. Будет жарко. Тоже вот, пожалуйста, подвисшая такая ситуация карта. То есть не быстро. На быстрый результат не рассчитывайте. Но вполне возможно, что все-таки в большей степени будет через договоренности. Кто-то из города будет уходить, а кто-то будет сдаваться. Поэтому таких вот именно прямо вау активных действий я не вижу. Вот такой расклад получился на Краматорск, когда начнутся боевые действия. Но я думаю, что вот именно в самое ближайшее время я пока не вижу боевых действий. По-позже, да. Может быть где-то туда вот апрель. Начало апреля. Вот тогда. Желаю вам всем скорейшего наступления мира. Берегите себя. Берегите своих близких. И до новых встреч. Продолжение следует...